Там было 400 грамм термобару, и он спрацювало как бритва по отношению к нему. Водитель загинул на месте, прилепен был суттево и тяжко поранен. Теракт в России вызвал широкое обсуждение, кто стоит за очередной атакой на мирное население. Жестокость и расчетливое хладнокровие заказчиков просто не укладываются в рамки понятия о человечности. Исходя из банальной логики, кому выгодно взгляд непроизвольно устремится в сторону Украины. Туда же стремились попасть и сами исполнители теракта. Официальный Киев, как и курирующие его организации, поспешили все опровергнуть. Для пущей достоверности даже откопали из небытия ИГИЛ, который взял всю ответственность на себя. Но вот только далеко не все поверили в историю состряпанную на скорую руку и задаются закономерными вопросами. Когда вы слышите объяснение Зеленского в том духе, что это сделали российские спецслужбы, ну это было бы очень глупо. К тому же он сказал это слишком рано. А затем, когда он утверждает, что Украина никогда не использовала терроризм как оружие борьбы, он усмехается над миром. Потому что даже если забыть о Северном потоке, мы все еще ждем официальной правды о подрыве автомобиля Дугина под Москвой. Точнее, подрыве его дочери, которая погибла. Потом убийство антиукраинского блогера во время терактов в кафе в Санкт-Петербурге. Это нападения, которые были осуществлены украинскими спецслужбами. Представители украинского государства всегда сопровождали новости о политических убийствах на территории России ехидными сообщениями в социальных сетях и напрочь отрицали свою причастность. Ровным счетом, как и в ситуации с громким терактом в Подмосковье, традиционно продвигался нарратив о неких внутренних разборках и даже старались натянуть сову на глобус в поисках следов Кремля. Но вот совсем неожиданно раздухарился и разоткровенничался глава СБУ. Василий Малюк фактически признал совершение терактов сотрудниками его ведомства. Я вам расскажу отдельные детали. Малюк в итоге перечислил с десяток терактов отношений граждан России и Украины, которые открыто выступали против действий киевского режима. СБУ и ГУР прорабатывают операции и готовят исполнителей для показательных медийных акций расправы. Так чем? Они по своей сути отличаются от ИГИЛ или Аль-Каиды. Даже отношение к боевикам у них идентичное. Фактически их отправляют в качестве смертников. В интервью отчетливо видно, как Малюк упивается гордостью за совершенные теракты. Но даже мельком не вспоминает об исполнителях, которых подвел под высшую меру наказания. Например, в Белоруссии спрацювали аэродром Мачулища А-50 российский вооруженный летатель, который создавал глубокую радиолокацию по территории Украины. Он был, соответственно, диверсийно отработан и была пошкодена радиолокационная система и выведена абсолютно назавжди из ладу. И так далее. Западный патронаж террористической активности Киева, судя по всему, вызывает у действующих лиц ощущение полной безопасности и юридической неприкосновенности. Так думали многие. Но истина кроется в простой фразе. Хуже войны с англосаксами может быть только дружба с ними. О неизбежной ответственности Андрей Сыч в рубрике «Скриншот». Субтитры создавал DimaTorzok